Всем здравствуйте! С вами вместо репетитора Елена Викторовна. Сегодня мы напишем диктант по теме мягкий знак в конце слова и мягкий знак в середине слова. Мягкий знак – показатель мягкости. Также вспомним орфограммы имена собственные. Имена собственные пишутся с большой буквы. Давайте запишем по середине строчки слово диктант с большой буквы ди-ка-та-н-та-диктант. Послушайте текст диктанта. На дворе сильный ветер, метёт метель, в печке тлеют угольки, у камина греется кот Васька. Маленькая Ксюша читает сказку, бабушка Ульяна слушает. В этом тексте 22 слова. Первое предложение будем записывать с красной строки. Нужно отступить немного места. Примерно два ваших пальчика. Итак, на дворе сильный ветер. Записываем. Начало предложения пишется с большой буквы. На дворе сильный ветер. Ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре- В конце предложения ставим точку. На дворе сильный ветер. Следующее предложение. Метет метель. Пишем сначала стручки. Метет метель. Метель. Метет метель. Следующее предложение. В печке тлеют кугольки. В печке. Буква сочетания ЧК пишется без мягкого знака. В печке тлеют. Тле. Если вам нужно переносить, переносим по слогам. Тлеют. Тлеют. В печке тлеют угольки. У. У. ГО. Л. К. К. У. К. 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 Маленькая Ксюша читает сказку. Последнее предложение. Бабушка Ульяна слушает. Бабушка. 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 Ульяна. Улья. Здесь у нас мягкий знак разделительный. Разделяет согласный от гласного. Бабушка Ульяна слушает. Бабушка Ульяна слушает. Мы написали с вами весь текст диктанта. А сейчас выполним грамматическое задание к этому тексту. Первое задание. Нам нужно найти слова, в которых мягкий знак находится в середине слова. Возьмите в руки карандаш или ручкой. Находим такие слова. На дворе сильный ветер. Мягкий знак в середине слова. В данном слове мягкий знак – показатель мягкости. Он показывает, что звук Ль нужно читать мягко. Давайте возьмем зеленого цвета карандаш и обозначим это. Вот мягкий знак придаёт мягкость согласному Ль-силе-ны. Ветер метёт метель. Здесь у нас мягкий знак находится на конце слова. Нам сейчас нужно найти слова, которые находятся в середине слова. В печке тлеют угольки. Вот мягкий знак. Он показывает, что звук Ль нужно читать мягко. У камина греется кот Васька. Мягкий знак придаёт мягкость предыдущему согласному. Маленькая Ксюша. Вот мягкий знак в середине слова. Придаёт мягкость звуку Нь. Маленькая Ксюша читает сказку. Бабушка Ульяна слушает. Здесь у нас мягкий знак, но в данном случае мягкий знак разделительный. Он разделяет согласный от гласного. Также он придаёт мягкость предыдущему Ль. А буква Я после мягкого знака будет обозначать два звука. Ульяна слушает. Первое грамматическое задание мы с вами выполнили. Второе грамматическое задание. Нужно найти слово, у которого мягкий знак находится в конце. Это слово МЕТЕЛЬ. Мягкий знак придаёт мягкость предыдущему согласному Ль. Следующее задание. Нужно найти имена собственные. Здесь у нас имена собственные в кличках животных и имена людей. На дворе сильный ветер, метёт метель, в печке тлеют угольки, у камина греется кот Васька. Имя собственное пишется с большой буквы. Маленькая Ксюша читает сказку. Ксюша, имя девочки, пишется с большой буквы, подчёркиваем. Бабушка Ульяна слушает. Ульяна, это имя собственное, тоже подчёркиваем, одной чертой. Следующее задание. Нам нужно разделить на слоги слово МАЛЕНЬКОЕ. Давайте выпишем это слово ниже. МАЛЕНЬКАЯ МАЛЕНЬКОЕ. Разделим это слово на слоги. Мы знаем, сколько в слове гласных, столько и слогов. Найдём все гласные. А, Е, ещё А и буква Я. Значит, в этом слове четыре слога. Разделим это слово на слоги. МАЛЕНЬКАЯ. МАЛЕНЬКАЯ МАЛЕНЬКОЕ. Мы разделили это слово на слоги. Следующее задание. Нужно сделать звукобуквенный разбор слову МЕТЕЛЬ. Давайте напишем это слово на строчке. МЕ-ТЕЛЬ. МЕТЕЛЬ. И выполним с вами цветовую схему. То есть из цветов. Синий цвет у нас обозначает твёрдость предыдущего согласного. Зелёный – мягкость. И красный – это гласные. МЕТЕЛЬ. МЕ-МЕ. Первый звук мягкий. Мягкость ему придаёт звук И-МИ-ТЕЛЬ. Произносим. Следующий звук ТЬ. Мягкий. Мягкость придаёт Е-МИ-ТЕЛЬ. Мягкость отдаёт и звучит как Э-МИ-ТЕЛЬ. Мягкий. Мягкость придаёт буква МЯ-ТЕЛЬ. А теперь давайте сделаем характеристику звукобуквенную. МЕТЕЛЬ. Укажем количество слогов. Два слога. Два слога. И теперь дадим характеристику каждому звуку. Первая буква. Буква М. Пишем на новой строчке. Буква М. Звук, который образует эту букву в этом слове МЯ. Чтобы показать, что звук мягкий, нужно поставить запятую МЯ. Даём характеристику этому звуку. Этот звук СОГЛАСНЫЙ. Пишем сокращённо. Поставили точку запятую. СОГЛАСНЫЙ. ЗВОНОКИЙ. 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 Твёрдый или мягкий? МЯГКИЙ. мягкость ему придает буква е дальше буква е обозначает звук этот звук гласный у гласных мы определяем ударные он или безударный метель ударение падает на второе значит здесь безударный записываем безударный дальше следующая буква буква т а звук который обозначает это буква т чтобы показать в транскрипции что он мягкий нужно поставить такую запятую даем характеристику согласный глухой и мягкий следующая буква буква е звук который обозначает эта буква мете этот звук гласный и ударный не упадает ударение следующая буква буква или звук который обозначает эта буква или этот звук согласный звонкий и мягкий мягкость ему придает буква мягкий знак следующая буква буква мягкий знак звука не образует а теперь нам нужно посчитать количество букв и звуков буквы это значки которые мы видим то есть читаем и пишем буквы 1 2 3 4 5 6 в этом слове 6 букв а теперь считаем звуки звуки мы произносим и слышим на письме мы их указали в транскрипции 1 2 3 4 5 5 5 звуков 6 букв 5 звуков мы сделали звукобуквенный разбор слова метель разобрали слово маленькое на слоге нашли мягкий знак в середине и конце слова выяснили что мягкий знак у нас может быть показателем мягкости и разделительным подписывайтесь на мой канал пишите комментарии ставьте лайки это ваша благодарность за мою работу всего вам самого доброго до новых встреч